Послушай, внук, как это было! Уж семь десятков лет прошло, И ничего мы не забыли, Как избавление пришло. Мы помним, враг воровался утром, Бомбил, стрелял и убивал. Бандит с цепи сорвался, Это будто час испытания настал. Уже 72 года прошло с начала Великой Отечественной войны. Памятная и скорбная дата, 22 июня, Всегда останется в нашей памяти и памяти ветеранов Великой Отечественной. Каждый день они вспоминают события тех лет, Когда Третий Рейх атаковал СССР и началась война. Ведь она унесла столько жизней. Некоторые ветераны не просто вспоминают, Но и рассказывают о том, что пережили, Что потом потомки могли узнать, как досталась им победа. Сегодня при поддержке молодой гвардии В свет вышла вторая книга «Книга памяти. История Ивана Сухорукова». Он, будучи студентом, отправился на войну И со всей стойкостью выдержал все испытания. 40 лет он верно служил в своей стране. Я полковник Советской армии Сухоруков Иван Иванович, 1926 года рождения. И отношусь к числу участников войны, Ну, можно сказать, последнего призыва. Хотя, в сущности, я пошел добровольно. Кроме этого, сегодня организаторы представили фильм «Девять ветеранов». Картина содержит фрагменты из воспоминаний ветеранов, Их размышления о тех событиях, Которые навсегда останутся в памяти бывших солдат. На презентации также присутствовал Александр Заводенко, Автор первой книги памяти. И Владимир Тюленев, ветераны ВОВ. Война как раз отняла у меня два года. Я свои воспоминания так и назвал. Мои 747 дней войны. Я подробно день за днем с марта 1943 года описал боевой путь. Где были, где формировались, Как ехали на фронт, Как вступили в бой, Как получили первое боевое крещение. Напомним, активисты молодой гвардии уже не первый раз проводят подобные акции. Они частенько навещают ветеранов, Организуют автопробеги в честь тех, Кто прошел Великую Отечественную, А также выходят на субботники. Подобные издания, они помогут нам показать Подрастающему поколению то, Что у нас богатая история. Это история из уст тех людей, Которые не понаслышке знают о том, Как это было. Мы всегда будем гордиться, Помнить своих героев, Которые, я думаю, что в будущем Станут примером для наших детей. Спасибо вам, дорогие ветераны, Спасибо вам, что вы есть. Благодаря вам мы есть, мы живем.